Я подглядываю на трансляцию программы в фейсбуке, вижу, что к ней присоединился режиссер Кирилл Серебренников. Приветствую вас, Кирилл. А режиссер Андрей Звягинцев обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на страницах газеты «Коммерсант». Ранее Песков говорил о том, что государство имеет право за свои деньги выбирать темы постановок. Ключевая черта, свидетельствующая о безнравственности нашей власти, в том и состоит, что она совершенно убеждена. Деньги, которыми они распоряжаются, принадлежат им. Они забыли, с какой-то удивительной легкостью изъяли из своего сознания простую и очевидную мысль, что это не их деньги, а наши, общие. Деньги, на которые они заказывают свои агитки, взяты у народа. А в народе живет такое огромное богатство мнений и желаний, что их никогда никакой власти не угадать. В своей колонке Андрей Звягинцев говорит о конкретных людях, которые осуществляют госзаказ. Он упоминает депутата Ирину Яровую, Дмитрия Пескова и министра культуры Владимира Мединского. Последний, напомню, критиковал фильм Звягинцева «Левиафан», получивший государственное финансирование. Тогда министр культуры сказал, что фильмы, критикующие действующую власть, не должны получать деньги налогоплательщиков. Дмитрий Песков отреагировал на колонку Звягинцева, сказал, что хоть и уважает точку зрения режиссера, согласиться с ним не может. Чиновники не относятся к этим деньгам как к своим. Это неверный тезис абсолютно. Чиновники распоряжаются деньгами государства в интересах этого самого государства. Грубо говоря, если государство считает, что курение вредит здоровью, то государство вправе сказать, чтобы в кино никто не курил, если оно платит за это деньги. Можно ли назвать это цензурой? Нельзя. Тему цензуры в российском искусстве поднял в понедельнике руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин во время своего выступления на съезде Союза театральных деятелей России. Когда мочой обливают, скажем, фотографии, это что, борьба за нравственность, что ли? Вообще не надо общественным организациям бороться за нравственность в искусстве. Вообще умная власть платит искусству за то, что искусство перед ним держит зеркало и показывает в это зеркало ошибки, расчеты и пороки этой власти. Вот умная власть за это ему платит. У нас вообще в театре происходит масса интереснейших сейчас вещей и масса интересных спектаклей. Ну, масса я называю, когда много. Я считаю, что это хорошо. Разных, спорных, прекрасно. Нет, мы опять почему-то хотим, мы-то друг на друга клевещим, доносим иногда, прямо вот так вот, прямо бьябедничаем и хотим, и опять хотим в клетку. Корреспондент настоящего времени Анна Зелькина встретилась в Москве с председателем Союза театральных деятелей России, членом Общественной палаты России, актером и режиссером Александром Калягином, и попросила его прокомментировать слова Константина Райкина. Костя, если волнуется, я, к примеру, он поставил спектакль «Оттенки голубого», но, вы знаете, я не видел спектакля, но я бы все равно бы, вот даже если, я не буду говорить, как я отношусь ко всему этому, ну, даже, я бы ни в коем случае не закрывал. Ну, нравится, есть же своя, то, что называется, публика, и слава Богу, и пускай идет. Вот Константин Аркадьевич говорил о разрозненности театрального сообщества, о доносительстве, вы тоже это замечаете? Вы с ним согласны? Вот, когда Костя говорит, там, я видничаю, стучат друг на друга, они, я даже не знаю, мы, как правило, театральная общественность организуется и помогает, когда плохо кому-то. Константин Аркадьевич – великий отец. Аркадьевич Аркадьевич Райкин – великий. Гражданин, актер, великий, величайший. В какой мракобесе он творил. И все, что нужно, говорил обществу. И все, что нужно, бросал в зал. И все, что нужно, воспринималось. Волосы дымом поднимались у зрителей, когда слышали такое. И за смелость благодарили, и за отдых, и за улыбку, и за остроумие, и за доброту. За мудрость, которую вел этот человек в этом мракобесе существовал и жил. Я подчеркиваю, для этого не надо выходить на трибуны и кричать. Вообще художник ничего не должен кричать. Он должен делать свое дело. Вот с моей точки зрения. Вы можете позволить себе поставить спектакль на любую тему? И меняется ли ситуация, если деньги на это дает государство? В театре возможно все, кроме пошлости и скоки. Если тебе нужно даже... Простите меня, дальше пошло уже. Если нужно раздеться, разденьтесь. Только обоснованно, чтобы было. Чтобы ты понимаешь, что это без этого иначе не поймут. У Додинов, короли Лири, вы знаете, малодраматический театр. У Додинов, короли Лири, там многие мужики бегают по залу голые. Но если нужно ему, если это обосновано, пожалуйста. Многих раздраж... Некоторых людей это раздражает. Некоторых зрителей. Вполне возможно. И такое может быть. Я вообще за такое, как бы сказать, понятие разнообразия. Я понимаю, разнообразие не что, если голый, и надо обязательно голым быть. Нет. А разнообразие... Если тебе это необходимо, как художнику, а не как эпатажно, а не как, как бы сказать, а как бы почуднее. А как бы сделать так, чтобы зритель шел. Сразу распространяются слухи, там, а, там, а, а, иди туда. Это... Это уже пошло. Это то, что я называю пошлостью. Вы боитесь возмущенной общественности? Оглядываетесь ли по сторонам? Делаете ли что-то, чтобы сберечь театр? Ну, для чего вы играете? Для того, чтобы вас судили. Для того, чтобы вам аплодировали или освистывали. Вы же идете на это. Раз идете, так и надо идти на это. Ну, что же вы... Или вы хотите комнатную такую температурку. Не поругай, не по... Что меня критикуют. Ну, это тогда домашний театр. Тогда девочка встала на табуреточку и говорит, чтобы она не читала. Заикаясь, не заикаясь. И чтобы она не читала. Она будет всегда любима, идеально. И вообще чудо мое. Как вы строите свои отношения с Минкультом? И какими бы вы хотели, чтобы эти отношения были? Минкульт, департамент культуры. Должны быть отношения товарищеские и уважительные. Ничего более. Детей у нас нет общих. Никого мы не крестим. И нас не крестят. Кто в церковь ходит, кто не в церковь. В одного лотаря не стоим. Уважительные отношения. Должен я их слушать? Должен. Должен они ко мне прислушаться? Должен. Это нормальные отношения. Ну как, Аня? Какие у вас значительные отношения? Ну, давайте. Дружеские, уважительные. Вот и все, Анечка. Вот и все. И это так, как я хотела бы. Совершенно. Аня. Бывали разные ситуации. Сонечка, вы имеете свою точку зрения? Имеете. Согласны вы с какими-то вещами? Согласны. Не согласны? И я не согласен с какими-то вещами. Или я это говорю, что довольно часто бывает. Или я это молчу, знаете, пока я хочу посмотреть, чем это закончится. И это тоже выход. Когда я вижу, что это слишком уже заплывает не в ту, как бы сказать, гавань, я тогда начинаю бить копытами, я начинаю кричать. Я правду говорю. Тоже одно из, как бы сказать, понятных вещей. И терпение, терпение посмотреть, посмотреть. Не сразу пионерски рвать на себя рубашку. Посмотреть, а потом уже кричать. Но пока, слава богу, такое не происходит и не доходит. Хотя я подчеркиваю, разные есть люди. Но говоря о том, что... Вот вы говорите, какие у меня отношения? А вы спросите, какие у них? Знаете, когда я говорю делегатам съезда, я говорю, вы не забывайте, что с властями тоже надо работать, Анечка. Тоже надо работать. Для них мы не те художники. Они для нас не те власти. Но это нормальная ситуация. Человек хочет... А с другой стороны, вы посмотрите, они смотрят на нас. Мы бы вас тоже вот так вот. Ну, ребятки, ну так же. Или надо поубивать друг друга. Друг друга. Или как-то терпеливо ждать. Или постепенно, как бы, знаете, капельным путем. Капельным путем. Вот капельку. И вот капельным путем понемногу, пока у вас не поменяется кровь, пока не поменяются клеточки, мозги. И постепенно напитывать их определенным физраствором. И так далее. Вот надеюсь, они же нам ставят физраствор. И мы им ставим тоже физраствор. Это взаимная такая ситуация. Так и должно быть. Ну, так должно быть. Субтитры сделал DimaTorzok